Дорогие братья и сестры, в апостольском чтении мы слышали сегодня важные слова. Апостол говорит, «Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благоествования». И через это опровергается и устраняется одно из самых популярных смущений и соблазнов, которые есть в большей степени, конечно, у околоцерковных людей, чем у уцерковленных, хотя и у уцерковленных тоже это бывает. Потому что тема священства и деньги, она, конечно, одна из таких, которые люди многие соблазняются. Я помню, мне один человек писал, что вот он таким пафосом, разоблачительным писал, на самом-то деле вот те пожертвования, которые мы в храм приносим, их священники берут, они с них живут, как будто это какое-то нарушение или грех священников, как будто это какая-то тайна, которую он раскрыл. Однако же это установление Божие, разумеется, всякий, кто занимается чем-либо, посвящая этому всю свою жизнь, он и живет с этого. Также и священники, это было еще с древнейших времен, это не они сами придумали, это установление Божие было, чтобы они жили, как говорит апостол, от святилища, то есть от тех даров, которые приносят в святилище верующие, в храм Божий. И это не та часть Ветхого Завета, которая уже не актуальна, но апостол говорит, что этот принцип вполне актуален и в Новом Завете. И проповедники, и миссионеры, те люди, которые посвящают всю жизнь именно делу Божьему, от этого дела, если они питаются, то есть от тех приношений, которые дают и верующие, это вполне естественно и нормально, и так и должно быть. И здесь еще хотелось бы сказать про ту ошибку логическую, которую совершают многие, когда говорят, ну вот вы же в церкви не бесплатно работаете, священники, диаконы, епископы, вы получаете за это деньги, значит вы это делаете ради денег. Но если кто-то что-то, за что получает зарплату, разве это означает, что он это делает только ради зарплаты? Возьмем, например, писателей, которые тоже получают за свой труд деньги. Но неужели кто-то стал писателем только ради того, чтобы получать деньги? Вряд ли вы найдете такого писателя или художника. Они живут этим, для них это жизнь, они выражают себя через это. Может быть, кто-то из них, даже многие из них надеются кому-то помочь, через свое творчество в чем-то. Или взять врачей. Врачи тоже не бесплатно работают. Означает ли, что они идут в медицину, люди только ради денег? Может быть, есть и такие, конечно. Но сказать, что все врачи идут в медицину только лишь ради денег, было бы ложью. Или учителя, например. Какую работу ни возьми, везде мы найдем, что человек, по крайней мере, в очень многих работах, человек воспринимает это не просто как заработок, но и как свое служение, как свое приношение. Если он верующий человек Богу, если он человек неверующий, то другим людям. Те же самые и врачи, и учителя в 90-е годы, там многие получали копейки. И однако же многие остались в профессии, трудясь, потому что для них это был не просто заработок. Но, конечно, то, что они получали деньги за свой труд, это совершенно нормально и так и должно быть. Как Господь в другом месте говорит, что трудящийся достоин пропитания своего. Так вот, те люди, которые отказались от всех мирских занятий ради того, чтобы служить Богу, церкви и людям церкви, конечно, не совершают никакого греха, если они получают подобающее содержание. И не только священники, но вы знаете, что все трудящиеся в храмах, я имею в виду на постоянной основе трудящиеся, они тоже получают зарплату из тех пожертвований, которые делают верующие. Это совершенно нормально и законно. Не только священники. Все, кто посвящает свою жизнь церкви, конечно, так или иначе живут с этого. Это установил Господь. Но, конечно, это не означает поощрение каких-то злоупотреблений. В нашей жизни могут быть и злоупотребления. Бывают и могут быть примеры, и в истории церкви они были, когда кто-то своим положением в церкви мог злоупотреблять для личного обогащения. И для того, чтобы эти слова, которые мы сегодня слышали, не были оправданием их, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, апостол говорит, что священники-служители питаются от алтаря, от святилища. То есть они получают необходимое. Он не сказал, что они обогащаются от него. То есть речь не про богатство. В общем и целом, нужно сказать, что жизнь священнослужителя не должна принципиально отличаться от жизни его прихожан, основной массы прихожан. Я имею в виду в плане достатка. Поэтому если священник живет намного богаче, чем основная масса его прихожан, то это позор для священника. Если священник живет намного беднее, чем основная масса его прихожан, то это позор для его прихожан. Потому что они не выполняют свою задачу перед Господом содержать своего священника, который уделяет им внимание, который откликается на их просьбы. И, как вы знаете, многие, что называется, в нерабочее время, и ночью там кто-то может позвонить, и священник откликается. Если есть что-то такое, там умирает кто-то, опять же, зовут священник, священник откладывает все свои дела, хоть днем, хоть ночью должен поехать помочь больному или умирающему. Вы не первый день в церкви, вы все это знаете. Но далее апостол продолжает, что хотя он имеет полное право от Бога, жить за содержание от благоествования, лично он не пользовался этим своим правом, лично он продолжал трудиться, и мы знаем, что и в наше время много на самом деле священников, которые продолжают трудиться на светских работах, и как со стороны апостола это была его сугубая жертва, сугубый подвиг, так и в их случае это сугубый подвиг ради того, что они могли бы служить церкви, не являясь каким-то особым обременением для своей паства, особенно в тех случаях, когда приход, допустим, небольшой и не получается у него содержать. Священник, да и храм иногда не всегда получается содержать. Люди, которые распространяют вот эти байки про утопающих в роскоши священников, на самом деле далеки от знаний о том, как живет большинство священников. Не буду скрывать, можно, если поискать, найти, наверное, и богатых, и бывает такое, но это исключение, как и во всех остальных. Можно найти и богатых врачей, и учителей, и богатых в любом деле, можно найти богатых, но везде это будет меньшинство, почти везде это будет небольшой процент. В действительности я знаю примеры, когда священник продавал собственную машину, чтобы покрыть долги храма за коммунальные услуги, влезал в кредиты, опять-таки, чтобы покрыть эти долги. Знаю и другие примеры, более такие трудные, но не об этом сейчас речь, о том, что мы не должны позволять дьяволу соблазнять нас или наших близких вот этой темой, что якобы там в церкви священнослужители, они только ради денег, если они получают зарплату за то, что они делают, если они получают содержание, необходимое для их и их семей, потому что, опять-таки, нет нигде во всем Писании повеления, чтобы дети священника были нищие или голодные, нигде мы этого не найдем. Поэтому будем хранить себя от такого рода соблазнов и наветов.